Продолжение следует... 15.40. Продолжаем. Итак, методок сужения области применимости. Если в ваших организациях вы эти подходы будете практиковать, то область применимости стандарта PCI-DSS должна быть сильно уменьшена. Так, я вижу вопрос, как долго в таких случаях можно держать ATM-сеть вне сколпа при достижении соответствия. Очень интересный вопрос. На самом деле, с точки зрения именно исключения чего-то из сколпа PCI-DSS, оно возможно обычно либо по согласованию с платежными системами, либо при наличии бизнес- или технических ограничений, связанных с реализацией комиссионных мер. Например, на моей практике были ситуации, когда банкоматную сеть исключали из сколпа по причине просто отсутствия бюджета на ее модернизацию. Но при обосновании именно такого решения, там явно должны были быть прописаны примерно хотя бы сроки по реализации. И платежные системы в том числе могут вот так прийти потом и спросить, вот дата настала, а почему в АОКе в очередном это все в исключении. Поэтому здесь конкретные случаи и обоснования, они, наверное, индивидуальны для организаций. Вот. А все это делается по согласованию с платежными системами. Любое исключение из сколпа. Потому что АОК в основном читает именно платежная система и перед ней отчитывается компания. И довольно часто платежные системы не просто там получили АОК, посмотрели подписи, даты и все замечательно положили в полочку. Нет. Они прям реально вычитывают и порой даже придираются и к описанию, и к применимым требованиям, и к сертифицированным бизнес-процессам. Это все достаточно у них скрупулезно выверяется. Вот. Презентажка после вебинара. Да. Презентация будет отправлена вместе с ссылкой на видео по окончанию вебинара. Поскольку у нас сейчас осталась последняя часть, в плане по времени, да, час двадцать у нас остался, Соответственно, мы закончим сейчас пятую, шестую секту нашего вебинара. И по итогу будет небольшое тестирование проведено. Оно больше для нас, как компаний, которые проводят данный вебинар, чтобы поднять некий процент усваиваемости материала. Соответственно, поэтому прошу, не расходитесь. Там это все будет в этом же окне. Все пройдет практически автоматически. Вот. Соответственно, давайте продолжим. Пятая секция. Выполнение требований стандарта PCI DSS. О чем говорит? В стандарте больше 400 проверочных процедур, которые, собственно, должны положительный результат дать в ходе проверки организации. В ответ на закономерный вопрос, с чего, собственно, начать, Совет PCI DSS разработал методику, называл ее приоритетный подход, который, собственно, и рекомендует использовать для внедрения стандартов PCI DSS. Также это можно использовать для проведения непосредственно внутренних аудитов, то есть методику подхода. То есть, грубо говоря, как нам нужно начать аудит. Начать с первого раздела, последнего раздела, середины, просто подряд идти или перескакивать с требования на требования. Вот, собственно, приоритетный подход именно об этом. И в рамках этого приоритетного подхода рассматривается шесть шагов. На первом этапе, первым шагом, нам нужно удалить критично оптификационные данные, хранящиеся после авторизации транзакции, и ограничить места хранения данных и держательных карт. На втором этапе нам нужно защитить периметр внутренних беспроводных сетей. На третьем – обеспечить безопасность приложения баз данных и операционных систем. На четвертом шаге – обеспечить мониторинг и контроль доступа. На пятом – защитить хранимые данные. И на шестом – внедрить систему менеджмента информационной безопасности. Это немного не совпадает, например, с подходами ISO, если рассматривать 27.01, поскольку к нам обычно с шестого шага все начинается. Но поскольку, как я уже говорил, PCI DSS является именно таким подходом чек-листа, здесь мы рассматриваем тот порядок, который совет нам предлагает. Давайте каждый этап рассмотрим подробнее. Первый этап – удаление критичных агнекционных данных и ограничение хранения данных и держательных карт. Согласно требованиям раздела 3 стандарта PCI DSS, из критичных агнекционных данных, которым относят трек CV2, CVC2, PIN, PIN-блок или его по криптограмму, после авторизации хранить запрещено. Это самое, по сути, строгое требование. На него даже нельзя компенсационную меру разработать, а исключение может быть только для имитентов и только при наличии должного обоснования. Соответственно, номера карт должны быть защищены в соответствии с требованием 3 и 4. Хранить их можно не дольше, чем это необходимо бизнесу. И, соответственно, какие есть особенности при выполнении данного шага. Во-первых, нужно пересмотреть все места хранения данных и держателя карт на предмет необходимости хранения этих карточек. Поскольку главный принцип в совете PCI-SSC и в стандарте PCI-DSS это «если тебе больше не нужно, значит не храни». И этот лозунг «совет PCI-SSC» практически всегда со сцены на комьюнити-митингах каждый год объявляет. Смысл здесь довольно прост. На практике я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда начинаешь общаться с прикладниками, с представительным бизнесом, тебе говорят «мы карточки храним». Замечательно. А как долго и с какой целью? Храним бесконечно. С какой целью? Ну, просто интересно, потому что... Не интересно, а храним, потому что нам нужно, а вдруг когда-то пригодится. Вот это не является обоснованием, и такого рода хранение карточных данных, к сожалению, может на УЕСе не быть зачтенным. Презентация листается, да, у всех видно, что она перелистывается. Слайд 5.3 сейчас. Если есть проблемы, пожалуйста, проверьте браузер. Спасибо. Вот, соответственно, где, в принципе, эти карточные данные могут быть? Ну, чтобы это понять, надо для начала заполнить некую такую табличку, да, места хранения данных о держателе карт. Тип места хранения, где конкретно оно есть, адрес, путь, где это лежит, типы данных о держателе карт, применяемый метод защиты, срок хранения, и можно еще какую-то дополнительную информацию указывать. Это вам даст сразу картину, где наиболее критичные места у вас в инфраструктуре есть. Если CVV хранить нельзя, то как работает привязка карт в разных сервисах? Там данные не перезапрашиваются. Сергей, да, такой кейс возможен. Обычно это действует по согласованию с банком Эквайером. То есть, как я уже говорил, для проведения транзакции нужен только номер карты и срок ее действия. CVV не является прям обязательным. Поэтому иногда при успешной транзакции однажды с CVV, для дальнейших транзакций CVV может не запрашиваться. Обычно этот протокол реализуется при согласовании с банком Эквайером. То есть, такой кейс, в принципе, может быть. Соответственно, когда мы задокументировали места хранения данных с держателе карт, мы можем проверить, а действительно ли его только они и других там нет. Если эта проверка даст положительный итог, что мы задокументировали только то, что нужно, давайте подумаем над следующим вопросом. А действительно ли в этом месте нужны карточные данные? Если они там действительно нужны, то, соответственно, мы оформляем это все в финальный вариант документа и радуемся. Если у нас выяснится, что в каком-то месте хранения, например, в электронном хранилище, карточные данные на самом деле можно не хранить, либо можно заменить их маскированным номером карты, либо еще как-то, то, соответственно, необходимо внедрить какие-то изменения в бизнес-процесс, в технологию обработки карточных данных, внести, изменить в приложение и так далее. То есть цель первого этапа – минимизировать количество строчек в данной таблице. Соответственно, где, в принципе, можно встретить карточные данные? Номер карты можно, в принципе, встретить везде. Часто я лично его находил в журналах, в базах данных с журналами транзакций, да, это там частенько он присутствует, почему-то его забывают шифровать. Очень часто бывает, что приложение просто начинает протоколировать в базу данных события, и в этот момент все запросы ложатся там в открытом виде, включая карточные данные, что есть уже нарушение требований стандарта. Это могут быть таблицы баз данных бэк-офиса, хранилища данных журналов, связанные с системой электронной коммерции и так далее. Это могут быть различные системы безопасности, которые порой все данные карточные также складывают в лог, как я уже говорил, что есть там WAV, PIDS, IPS-системы, они иногда, увидев что-то похожее под сигнатуру, могут весь запрос полностью запротоколировать в журнал, соответственно, вместе с карточными данными. Это тоже потенциально может быть, может негативно сказаться на вашем комплайнсе. Соответственно, проверочные значения CVV2, CVC2 в особенности лежат в системах, где есть электронная коммерция, либо в системах, которые проверяют трафик электронной коммерции. Может быть непосредственно в базах данных бэк-офиса, но это уже реже. Соответственно, если интернет-эквайрингом компания не занимается, то найти CVV где-то в системе крайне проблематично, скорее всего, даже невозможно. Трек есть везде, где есть картридер. Очень часто треки я встречаю в журналах протоколирования банкоматов как раз таки, особенно там, где включается протоколирование журнальной ленты. То есть, либо он прям физически на журнальную ленту пишет, либо это в электронном виде такая лента существует, и там очень часто встречается трек. Это все по первой, когда я это начал встречать, проблема была в том, что купили, например, в банке по ADSS сертифицированное приложение, но Implementation Guide никто не открывал, не читал и не знает даже, что он существует. А в Implementation Guide где-то сказано, чтобы исключить протоколирование карточных данных в логе, нужно такую-то опцию активировать. Эту опцию никто не активировал, потому что все устанавливали, условно, далее, далее, готово. И мы получаем в логах треки, что является также существенным нарушением, которое влияет на комплайнс банка. Вот, PIN, PIN-блог и его криптограмма. В открытом виде PIN практически нигде нельзя увидеть, разве только, наверное, в эмиссионных каких-то системах по ошибке протоколируемых на какие-то там журналы, либо файловые системы для выпуска персонализации карт тоже потенциально могут, конечно, попасть. И, соответственно, обычно встречаться может PIN-блог в виде криптограммы. Будьте внимательны, что, например, в некоторых реализациях протоколов взаимодействия с процессингами иногда PIN-блог, почему-то разработчики считают, что он уже зашифрованный, значит, он не критичный, можно его просто присовокуплять к криптограмме непосредственно, запроса на авторизацию, что является неверным. То есть обычно там через какой-нибудь дебаг-режим можно это выявить и проверить. Соответственно, криптограмма PIN-блога точно так же критична, как сам PIN и как сам PIN-блог. Вот, в принципе, увидеть его можно там в системах протоколирования часто, в таблицах баз данных встречается реже, если только, опять же, в эмиссионных частях. Вопрос, вижу, если wafo.ids пишет PIN, как быть, если продукт удалить, изменить лог через свой интерфейс не дает? А здесь на практике обычно строится запрос к вендору, и вендор дает либо тулзу, либо возможность как-то это все дело обрабатывать, потому что на практике обычно, ну, технически в любом случае эта возможность должна быть, все-таки как-то в базу пишет, и, вероятно, всего, значит, должна быть возможность оттуда это все выпиливать. Если это какой-то программно-аппаратный комплекс или appliance, то здесь, ну, только диалог с вендором, наверное, может в этом плане помочь. Опять же, если это все протоколируется, потому что многие системы сейчас, например, я знаю, что там программно-аппаратные wafo типа BigIP, у них прям, да, то есть на лету он прям буквально их все маскирует. Вот. И многие другие системы точно у себя в фильтрах выцепляют просто последовательность, условно, подходящую по регулярке, похожую на карточные данные, либо там поля key value, где фигурирует там условный CVV или pin-pin-блок, и автоматически просто эта система маскирует данные карт. Так, сейчас, минутку. Вот, соответственно, это мы поговорили про карточные данные. Да, запись будет, она будет отправлена по почте по окончанию вебинара всем участникам, которые были зарегистрированы, включая ссылку на скачивание презентации. Соответственно, когда мы избавились от критичных организационных данных после авторизации, которые у нас могут сохраняться, мы минимизировали места хранения данных в держателях карт, нам необходимо позаботиться о защите периметра. Что на этом этапе нужно сделать? Первое. Выделить DMZ-сегменты сети и внутренние защищенные сегменты. Это что под собой подразумевает? Примерно общую концепцию нужно выдержать следующего характера. Все компоненты, которым необходимо взаимодействовать с внешними по отношению к сколпу сетями, мы выносим в DMZ. Минимизируем на межсетевом экранировании взаимодействие с этими компонентами и внешними системами. Документируем, оформляем, все должно быть корректно. Во внутренний защищенный сегмент помещаются компоненты, которые хранят карточные данные. И, соответственно, общий принцип какой? Компоненты из внутреннего защищенного сегмента могут взаимодействовать между собой и с компонентами из DMZ, которые относятся к сколпу. Соответственно, компоненты, которые у нас в DMZ, они могут общаться между собой с компонентами из internal network сегмента и также с компонентами, которые внешними считаются по отношению к сколпу. Прямого соединения между непосредственно внешними сетями и сетями внутреннего защищенного сегмента вот этого прямого соединения быть не должно никак. Вот. Соответственно, это первый шаг, который нам нужен. Второй. Обеспечить учет и контроль конфигурации компонентов информационной инфраструктуры, чтобы разработать стандарты конфигурации для компонентов. То есть, я представляю стандарт конфигурации. Это набор инструкций, команд, рекомендации по настройке, которые можно повторяемо использовать для непосредственно двух активностей. Первое. Это контроль конфигурации, что действительно у нас за какой-то период времени конфигурация не изменилась таким образом, чтобы уйти за рамки комплайенса PCI DSS и за рамки, в принципе, обеспечения безопасности в инфраструктуре. И второй момент. Это некая повторяемая конфигурация, которую мы можем практически не глядя применить для нового компонента. Допустим, есть у нас Firewall, CIS-CAS. Мы разработали для него стандарт конфигурации, замечательно настроили, задокументировали, все классно. Потом мы решили, нужен нам еще один. Покупаем, и мы не заново ресерчим, как эту железку настроить, а у нас уже есть готовые стандарты конфигурации с определенными настройками, которые будут коррелировать и с нашими политиками безопасности, и со стандартом PCI DSS, и, в принципе, будет считаться, скажем так, защищенным. Поэтому, как, в принципе, эти стандарты конфигурации создаются? Их можно реализовать на базе различных гайдов вендоров. Их можно создать практически сейчас у многих вендоров выпускаются отдельные инструкции, они так и называются, там Hardening Guide, Security Guide, Security Administration Guide и многое-многое, другую интерпретацию. Это у вендоров. Второй вариант. Можно взять их у организации CIS Security Standard. Соответственно, это сообщество таких организаций, которые... Точнее, не сообщество организаций, а организация, где есть сообщество профессионалов, которые занимаются именно вопросами безопасной настройки тех или иных компонентов. Там достаточно много, сейчас уже есть, достаточно много есть примеров стандартов конфигурации, включая даже и Uber, Docker и так далее. То есть, они там достаточно часто обновляются. Соответственно, такие стандарты конфигурации должны быть разработаны на различные типы компонентов. Можно это все реализовать прямо для каждого компонента с учетом его специфики. Можно реализовать типы компонентов, типа разработать стандарты конфигурации для Debian общей, а уже там в рамках какого-нибудь паспорта конфигурации мы описываем там саму специфику. Какие конкретные сервисы на нем были установлены или установлены сейчас, как они настраивались и так далее. Так, вижу вопрос. Можно ли из хопа вывести часть ПО, которая отслеживает целостность ПО по хэшам файлов, имея в виду отслеживающий агент и их управляющий сервер. Так, контроль целостности файлов является компонентом, необходимым для выполнения требований в CIDSS. Поэтому он попадает в сколп. И его выбросить, к сожалению, нельзя, если он используется для выполнения требований стандарта. Судя по описанию, он для этого и используется. Соответственно, когда у нас стандарты конфигурации появятся, мы должны будем обеспечить безопасность передаваемых данных джетелей карт путем шифрования канала. Здесь принцип довольно простой. Если у нас есть сколп PCI DSS, у другой организации есть сколп PCI DSS. Например, мы платежный шлюз. У нас есть свой сколп, в нем есть карточные данные. Есть банк Эквайр, который нас процессит. У него есть свой сколп PCI DSS. Карточные данные мы можем передавать от нас, от мерчантов к нам, и от нас в этот банк Эквайр. Соответственно, через публичные каналы связи. Эти публичные каналы связи обязательно должны быть зашифрованы. То есть карточные данные в открытом виде передавать никак нельзя. Более того, если использовать какие-то пользовательские технологии, типа чатики, мессенджеры различные, какие-то системы хранения данных, какие-то офисные синологи, НАСА и так далее. И, соответственно, все эти каналы должны быть зашифрованы. То есть передавать данные джетеля карт через них в открытом виде строго запрещено. Вижу вопрос. Насколько стандарт конфигурации CIS применимы для выполнения требований стандарта PCI DSS для операционных систем. Там процентов, наверное, на 80 они включают в себя все то, что требует стандарт PCI DSS. Оставшиеся 20% это просто немножко допилить до формы самолета тот или иной стандарт конфигурации. Соответственно, для шифрования канала связи можно выбирать любую технологию VPN, TLS, единственное, что на отчет TLS нужно иметь следующее в виду. То есть еще с 2018 года, с лета, все должны были отказаться от использования SSL и TLS 1.0. Но были несколько исключений. Исключения там для постпоиутстройств, которые уже используются, то есть не те, которые покупаются новые, а уже в эксплуатации находятся. Для них необходимо было получить от вендора официальное письмо о неподверженности к известным атакам тех использованных протоколов. Собственно, для новых систем устройств, которые должны покупать в рамках деятельности компании, там уже обязательно использование безопасных версий протоколов. Это TLS 1.1 и выше. Но скоро, кстати, 1.1 тоже, наверное, выключат, потому что уже сканеры начинают на него ругаться. Соответственно, это что касается передачи данных. При использовании TLS сертификаты должны быть доверенными для всех. То есть если мы говорим про публичный доступ, то значит и браузеры пользователей должны иметь возможность верифицировать ваш сертификат. Значит публичные CAA должны использоваться. Если вы используете только для своих нужд, то можно и локальным CAA обойтись. С точки зрения именно криптографии здесь принцип в принципе не сложный. Вопрос касательно минимизации скопа. Допустим, есть сервер виртуализации, на нем крутятся виртуалки двух типов. Первый связан с ДПК, второй никак не связан с ДПК. 1 и 2 разделены на мчатевом определенном, на 2 в план, чтобы соблюсти древнюю сетевую сегментацию. Получается, что физический сервер виртуализации 1 и SHD, на которой хранятся сами виртуалки и их данные 1, получается виртуалки типа 2 все равно попадают в скопы. Единственный вариант минимизации скопа – это использовать отдельные основы SHD. Ну, здесь насчет SHD нужно, наверное, будет компетенционную меру какую-то крутить. Либо делать все-таки отдельную, да. Потому что с точки зрения именно виртуализации, с точки зрения именно виртуализации, скажем так, на одном гипервизоре разместить виртуалки скопа и не скопа в принципе возможно. На одной ноде разместить контейнеры скопа и не скопа нельзя, а вот на одном гипервизоре виртуалки допускается при, собственно, корректной настройке. По поводу SHD, здесь все-таки чаще всего аудиты склоняются к тому, что нужно именно иметь разделение. Либо в ходе пентеста и аудита компания сможет доказать, что конкретно ее SHD в ее конфигурации не дает никакой возможности через скомпрометированную AutoScope систему получить доступ к скопу, при общении с этой SHD. Либо, собственно, если таких аргументов никто не даст, то, к сожалению, нельзя будет так сделать. 1.1, кажется, выключили. TLS 1.1 и 2016 предоставил старейшим в 2020 году по Вики. Ну, скорее всего, в новых версиях, да, стандарты TLS 1.1 уберут. На сегодняшний день пока что никаких оперативных обновлений по этому поводу не было. И пока что только сканеры ругаются, и TLS 1.1 еще допускают. Опять же, в 2018 году, когда реализовывали, собственно, требование само вступало в силу по TLS 1.1 и выше, там писали, что некоторые реализации TLS 1.1 уже тогда использовать нельзя было. Сейчас очень много руганий еще на шифры происходит. Там тоже поязвимости гуляют. Так, а как же изоляция контейнеров по стейк-неймспейс? Сама природа контейнеризации заключается в том, что у них, ну, если грубо так можно выразиться, шареное ядро на хостовой операционке. Поэтому изолировать их полностью, к сожалению, насколько я знаю, на сегодняшний день не получится. То есть там такое ограничение не работает. Есть ли где-то перечень параметров документы, полностью охватывающие требования для настройки различных операционных систем? А перечень параметров документов полностью охватывающие требования? Ну, требования все приведены в стандарте PCI DSS, собственно, только лишь в нем. С точки зрения того, как конкретные операционные операционные можно сделать для настройки, ну, мы в рамках своей деятельности консультантов иногда разрабатываем стандарт конфигурации для клиентов. Как-то держать их в общей базе, в паблике, где-то, наверное, может и есть. Не могу точно утверждать. А единого прям перечня, ну, вот перечень требований, это стандарт PCI DSS, его можно прочитать там. Требуется настройка парольных политикой, длина пароля столько-то символов. Открываем там hardening guide какой-то операционки, либо C-standard, и, собственно, там же можем все это дело рассматривать. Так, можно ли слог сервера в сколпе передать логи, не содержащие карточных данных, на сервера аналитики вне сколпа? Если нет, то можно ли делать поисковые запросы по логам в сколпе и выгружать результат за сколп? И так, и так, в принципе, сделать можно, если сервер лога в расположенном сегменте типа DMZ, и соединение с ним минимально необходимо с точки зрения фаерволлинга, и плюс содержимом логов, выгружаемых за область аудита, и, собственно, в отчетах, которые там, если вдруг будут формироваться, не присутствуют карточные данные и другая критичная информация, включая там, возможно, и пароли, и так далее, и все в этом духе. То есть они должны где-то фильтроваться. Либо они фильтруются там на каком-то шлюзе в момент выгрузки, либо просто это все регулируется на уровне самой системы агрегации логов. Да, вот пропудили, ответ сразу дали. Соответственно, с точки зрения именно... С точки зрения соответствия стандарта для второго этапа, здесь, я думаю, всем понятно. То есть мы настраиваем сетевое оборудование, вводим сегментацию на DMZ и внутренний защищенный сегмент, и все передаваемые по публичным каналам карточные данные в обязательном порядке должны шифроваться в исполнении стойких протоколов. На третьем этапе, что нам необходимо сделать? Обеспечить безопасность приложения баз данных операционных систем. Здесь все те же стандарты конфигурации нам понадобятся. То есть базовая конфигурация, она должна быть безопасной. Для этого нам нужно реализовать стандарты конфигурации. С точки зрения процесса поддержки безопасных компонентов, нам необходимо разработать, скажем так, workflow по change management. Причем не то, чтобы разработать основные моменты его уже стандарт PCI DSS нам предлагает. То есть любое изменение должно быть зарегистрировано, согласовано, протестировано, в том числе по безопасности, внедрено, и в случае какого-то неблагоприятного исхода должен быть откат конфигурации в исходное состояние. Это все можно реализовывать за счет практик, например, ITILO и CSM, можно учет конфигурации ввести в различных CMDB. Главное, что помимо внесения самих изменений, нужно также учитывать еще необходимость проведения обновлений. То есть установка патчей безопасности, критических не позднее одного месяца с момента выпуска данного патча, также должна учитываться для всех организаций. Если в организации ведется разработка программного обеспечения, то под нее, естественно, нужно выделять отдельные среды. И, то есть, грубо говоря, разрабатывать сразу в PROD с точки зрения стандарта PCI DSS запрещено. Выделяют там DEV среду, тестовую среду, STH среду, можно видеть PROD среда. И мигрирование, грубо говоря, разработки через все эти среды должна проходить некую документированную процедуру. Соответственно, что нам нужно еще для обеспечения безопасности приложения баз данных операционных систем сделать? Настроить механизмы аутентификации, внедрить строгую параллельную политику. В PCI DSS на сегодняшний день назвать параллельную политику строгой, ну, это немножко странно, потому что она уже сколько, наверное, чуть ли не десяток лет такая и особо не менялась. С точки зрения того, что аутентификация может быть как-то и построже, это тоже допускается. То есть можно уйти от паролей в сторону фактора обладания, например, сертификата и аутентификацию проводить по секретному ключу с сертификатом. Либо можно внедрять какие-то дополнительные мероприятия, в том числе и биометрия сюда тоже подойдет и так далее. Вот. Парольная политика в чем в основном заключается? Длина пароля не меньше семи символов, буквы, цифры. Пароль живет максимум 90 дней, потом его нужно поменять. Далее, при шести неудачных попытках учетная запись должна блокироваться не меньше, чем на 30 минут, либо пока администратор ее не разблокирует и так далее. При генерации пароля пользователю назначается временный пароль, при первом логине он его обязан будет сменить. Большинство систем на сегодняшний день данные парольные политики поддерживают в принципе без всяких проблем, поэтому я думаю, что парольная политика легко реализовывать. Так, вижу, вопросы появились сразу несколько. Шифрование трафика между АП и ДБ или между мастером и СКЛЕВМ ДБ обязательно, учитывая, что они в защищенном контуре, но не связаны проводками напрямую. С точки зрения текущего стандарта это в принципе разрешено не шифровать. В четвертой версии, я вот не помню, нам когда черновик показывали, возможно там, по-моему, было, что шифрование внутри сколпа тоже выносится как... предлагаемое требование, но в финальной версии еще посмотрим, как это будет. Далее, может ли быть прот и припрот среда в одном домене с общей инпрой или надо разделять? Если мы рассматриваем прот и припрот с точки зрения того, что они работают с продуктовыми карточными данными, то они могут находиться в одной среде, но при этом попасть софт на припрот может только после того, как он пройдет весь цикл тестирования в тестовой среде и так далее. Следующее. А если используется доступ в SSH по ключам? Ключи надо менять раз в 90 дней. Нет, здесь не в 90 дней. 90 дней это все-таки для паролей будет действовать. А ключи в SSH, как криптографические ключи, лучше рассматривать для них криптопериод именно с точки зрения асимметричной криптографии. Если я правильно помню, для асимметричной криптографии, которую используют для аутентификации, криптопериод составляет от 1 до 2 лет примерно в этих промежутках. Можно посмотреть подробнее. У места в 2014 году или в 2016 вышло обновление гайда по кей-менеджменту. И там явно будут прописаны рекомендации по выбору криптопериода. Соответственно, это что касается доступа по SSH. Далее. Нужно разработать и внедрить организационные процедуры по организмологическим и физическим доступам к данным. Здесь самое простое, наверное, это внедрить РБАК-модели, роли для доступа к тем или иным данным, тем или иным системам. Роли эти лучше задокументировать. Перечень прав для них не должен быть избыточным. И главное, не наступайте на грабли, не делайте новые роли путем копирования их из каких-то еще. Потому что рано или поздно будет все очень грустно. У вас будет какая-нибудь одна копия роли с чуть ли не ротовыми правами. Да, Иван, все верно. Именно этот документ, про него я и говорил. Четвертая ревизия. Про ключи, Саша. Если меня только пароль, самого ключа слепок же останется тот же. Конечно, если мы говорим про криптографические ключи, аутентификация, меняется там не пароль, а меняется непосредственно сам ключ и пароль. То есть важный момент в том, что смена ключа по истечению криптопериода она как бы минимизирует в том числе риск того, что его кто-то за указанный там период, за год, за два, за три сможет каким-то образом через уязвимость алгоритма либо через совершенствование вычислительных мощностей и, скажем так, из публичной компоненты получить секретную. Чтобы этого не было, в том числе меняют именно секретный ключ. После внедрения РБАКа что нам нужно? Нам нужно подумать о средствах антивирусной защиты. С точки зрения PCI-DSS антивирусы ставятся на все системы, которые подвержены воздействию вредоносного ПО. Они не ставятся на компоненты, которые не подвержены воздействию вредоносного ПО при условии, если это будет доказано в ходе процедуры оценки, которая будет периодической. Обычно раз в какой-то период, раз в год, раз в полгода такую оценку можно проводить. На сегодняшний день, насколько я знаю, прям широкого распространения вирусов в системах типа Linux и Unix их нет. То есть в основном на Windows ставим, на Linux нет. Но для именно ваших систем еще нужно проводить эту оценку. Оценка проводится обычно по личным источникам. Это сайты могут быть вендоров антивирусного ПО, это могут быть сайты вендоров самих операционных систем или форума сообществ и так далее. По большей части это просто требование о том, чтобы не забывали, а вдруг завтра появится какой-нибудь шифровальщик или вирус, который вдруг сможет ходить по Linux сам и атаковать. Соответственно, о чем хочется еще поговорить в рамках обеспечения безопасности приложения баз данных. Так, вижу вопрос, антивирусы на Linux и Unix ставим или достаточно акционных мер. Как я уже сказал, с точки зрения PCI DSS, антивирусы на Linux и Unix можно не ставить, но на периодической основе необходимо будет делать анализ необходимости установки этих антивирусных систем на Linux и Unix компоненты. Анализ этот можно делать публичным источником, просто проверить, подчерстить паблик на предмет того, а вдруг появился какой-то вирус, которого все-таки нужно антивирусом защищаться. Собственно, о чем хочется поговорить? Про мультифакторную аутентификацию. Мультифакторная аутентификация – главное правило при применении этой аутентификации – это независимость факторов. Соответственно, в чем здесь есть особенность? Особенность состоит в следующем. Мультифактор. Подразумевает, что факторов должно быть несколько. Всего на сегодняшний день факторов аутентификации – три. Что я знаю, чем я обладаю и кто я сам. Соответственно, это фактор знания, фактор обладания и, собственно, биометрические данные. При главном правиле независимость факторов мы должны оценивать следующее, что у нас есть некая система. В эту систему предъявляются два независимых факторов, которые и, собственно, выступают в роли факторов аутентификации для данной системы. При этом не запрещено, что, например, один из факторов, который мы будем предъявлять, защищен каким-то устройством, либо программным, либо аппаратным средством, для доступа к которому нужно еще один фактор ввести. Но этот фактор уже непосредственно к этому устройству. Это будет криптоконтейнер, либо аппаратный какой-то модуль шифрования с криптоконтейнером, тот же токен. Соответственно, если мы грубо говорим, что для того, чтобы в системе аутентифицироваться, мы предъявим только секретный ключ, хранимый на токене, и введем пин-код от этого токена, то система по факту примет только один фактор аутентификации. Это секретный ключ, хранимый на токене. А фактор знания, пин-код от этого токена, он создает зависимость, что Private Key станет доступным лишь после того, как мы введем пин-код. Это зависимость одного фактора от другого. А главное правило именно в PCI DSS для мультифакторки – это независимость этих факторов между собой. Поэтому здесь мы рассматриваем вот такой вариант, что определяем один фактор знания пароль и секретный ключ. Если мы рассматриваем вариант хранения секретного ключа на рабочей станции, то такой кейс допускает совет PCI SSC, но при условии, что этот Private Key защищен, собственно, он сам лежит в криптоконтейнере, защищен парольной фразой, но при этом эта парольная фраза, то есть вот эта парольная фраза, не совпадает с паролем от рабочей станции. То есть, грубо говоря, если там какой-нибудь у Windows есть там сервис-ки, который у себя в керинге где-то может что-то хранить, то вот в керинге просто так хранить секретный ключ от аутентификации к системе, ну, с точки зрения именно PCI DSS нельзя. То есть у нас пароль от аккаунта для доступа к файлику самому, не должен совпадать с паролем от криптоконтейнера к этому файлу, и только тогда мы можем аутентифицироваться им в системе. А дальше уже идет просто примеры частные, что OTP-токен может быть, который генерирует непосредственно одноразовый код, доказывающий, что мы владеем этим токеном. И то же самое с мобильным устройством. Могут быть это тоже мультифакторка, и она, в принципе, возможно, она подойдет к реализации. Вот. Вижу вопрос с антивирусом. А, результат анализа должен потом быть документирован и утвержден. Да, как и любая процедура, в рамках процесса противодействия вредоносному ПО, у вас есть процедура по периодическому контролю, и эта процедура должна порождать какие-то записи. Соответственно, одним из записей может быть вот сам отчет. Это результат. Результат также может быть описан в виде просто выводов в тикет, в какой-нибудь джири, редмайни и так далее. Так, если не ошибаюсь, что кроме криптостойкости длины криптографических ключей в PCI DSS нет прямого требования по криптоприотам ключа. Есть фраза регламентироваться best practice, в том числе NIST, но значит ли это, что если не соблюдается требование NIST по кей менеджменту, то это автоматически приводит к нарушению существа. Здесь кейс следующий. Поскольку мы уже начали с вами вопрос, вообще сегодняшний вебинар примерно с тезиса, что QSA Auditor – это глаза, руки, уши, советы PCI SSC, и, собственно, человеческий фактор, что не машина в сухую проверяет «да», «нет», «да», «нет», «да», «нет» по каждому требованию, а есть человек, вот человек как QSA Auditor будет вас проверять. Если вы используете аутентификацию по ключам, как часто вы эти ключи меняете, есть ли у вас кей-менеджмент этих ключей, потому что эти ключи с точки зрения именно в принципе информационной безопасности – это криптографический ключ, используемый для аутентификации в системе. Соответственно, он точно так же, как и любой криптографический ключ, подчиняется, в том числе, как написано, best practice, в том числе и NIST. Единственное, что вы можете как-то попробовать обосновать аудитору, что у вас криптопериод там сильно больше, потому что, потому что, но это опять же нужно еще уметь обосновать, суметь, по крайней мере, попробовать. И аудитор имеет право не согласиться, приведя свои аргументы на какие-то ваши доводы. МФА необходимо только один раз при входе в некую систему, например, логин ВВС, или дополнительно к этому МФА необходимо для подтверждения запросов внутри системы или подтверждения изменений. Я понял. Смотрите, здесь вопрос следующий. Например, есть у нас... Ну вот, рассмотрим вот этот вот пример. Есть у нас система, в ней мы аутентифицируемся по мультифакторной аутентификации и представим, что это, например, OpenVPN сервер. Или, например, это какая-нибудь консоль в ВВСе. В том же самом. И если здесь представим, что где-то в сети у нас есть какой-то сервер, на который нам нужно попасть по 22-му порту, по SSH, то, соответственно, пройдя мультифакторную аутентификацию здесь, с этой системы мы можем попасть на этот сервер по одному фактору, по протоколу SSH. Если же у нас по SSH мы попадаем откуда-то еще, то, соответственно, у нас должна быть мультифакторная аутентификация, в том числе и здесь реализована. Либо, если у нас доступ будет отсюда и там мультифакторной аутентификации у нас не будет, то, значит, при доступе к этому серверу эта мультифакторка вот здесь вот должна быть реализована на самом сервере. То есть, принцип какой? Однажды пройдя мультифактор для доступа к компонентам сколпа, не обязательно потом ходить по мультифакторке дальше. Если же... И это можно реализовать по сути двумя способами. Это можно поставить какую-то систему первой, и она будет из интернета видна, и на ней мы аутентифицируемся по мультифакторке. Чаще всего это какой-нибудь VPN сервер, к которому подключившись мы получаем IP-адрес из VPN под сети. И вот для подключения мы вводим два фактора. А дальше уже мы коннектимся по одному фактору внутри скол. Соответственно, далее. На четвертом этапе нам необходимо обеспечить мониторинг и контроль доступа. Собственно, что... Как это реализуется? Нам нужно настроить аудит протоколирования событий. То есть, согласно 10-му разделу сейчас не требуется внедрение CM, но при этом есть требования по ежедневному анализу логов. В четвертой версии стандарта я видел намеки на то, что CM прям должна быть обязательной. То есть, автоматизированный анализ логов должен быть внедрен. Ну, это, опять же, скорее всего, произрастает из того, что систем стало очень много. Каждая система пишет логи в своем формате, в своем стиле и в разном наполнении. И это все нужно ежедневно анализировать. Поэтому без подобной системы это будет делать практически влочную нереальность. Далее. Необходимо внедрить средства контроля информационной безопасности, сканеры уязвимостей для внутреннего и внешнего сканирования, система обнаружения и предотвращения вторжений IDS и IPS-системы. При этом IPS-система не является обязательной с точки зрения стандарта, а IDS является таковой. Все просто. IPS-систему достаточно сложно тюнить и скорее всего она будет много легитимного трафика рубить, поэтому просто так ее как must-have использовать не рекомендуют. То есть IDS, да, настроили, анализируем все системы. Если вдруг уже достаточно большой опыт сложился с точки зрения IDS-системы, можно будет ее перевести в режим IPS. Например, так. Далее система контроля беспроводных сетей. Это беспроводные IDS-системы. Они обычно используются для выполнения требований 11.1 стандарта PCI-DSS. Штука довольно интересная, прикольная, но тоже требует рук на внедрение. На практике я видел живую, наверное, несколько раз систему такую, но почему-то каждый раз я видел, что она где-то недорабатывает. Например, один раз я сидел недалеко от ее сенсоров весь день с включенным Wi-Fi в телефончике и при этом эта система никоим образом не отреагировала на мое устройство. Что странно. Поэтому это все нужно тюнить, настраивать, мониторить и так далее. Мечтевые экраны уровня приложения это Web Application Firewall, о них мы уже говорили, они также должны быть перед всеми публично доступными веб-приложениями в Sculpe и PCI DSS. Система контроля целостности файлов это система, которая как раз таки отслеживает по чаще всего хешсумам непосредственно целостность файлов. Какие файлы должны отслеживаться? Те файлы, которые редко когда меняются, но их изменение касается, скажем так, сильно намекает на возможную потенциальную компрометацию данного файлика, компонента, злонамеренные действия и так далее. Обычно это как и исполняемые файлы приложений, это могут быть файлы конфигурации, криптографические ключи, публичные, сертификаты, секретные, ключи, хранимые в каком-нибудь каталоге веб-сервера, например, и так далее. То есть подобного рода файлы должны контролироваться в системе контроля целостности. При этом важно иметь в виду, что очень часто почему-то используют систему контроля целостности как коробочный вариант. То есть тоже далее-далее готово, смотрят, о, стандартные каталоги отслеживают и все замечательно. Но в этих стандартных каталогах наверняка есть какие-то системы, которые очень часто меняются. И вот эти исключения нужно тоже учитывать. Внутренние аудиты с точки зрения PCI-DSS, они еще не регламентированы в том объеме, как этого требует, например, ISO. Однако минимальный набор проверок типа как пересмотр правил, проверка корректности пересмотра правил мочевого кронирования, корректности соблюдения процедуры чендж-менеджмента, стандартной моббирации и так далее. Это все во внутренних аудитах рассматривается опять же с точки зрения стандарта. на все это естественно необходимо разработать и внедрить регулярные процедуры, назначить ответственных лиц, форму регистрации событий, отчеты и план реагирования на инциденты по срабатыванию каждого из данных событий. Обращу ваше внимание, что, например, для подставщиков услуг отдельным требованием явно прописывается, что должен быть план реагирования на нарушение непрерывности работы систем безопасности. Когда-то давным-давно был у меня такой пример. Однажды прихожу в компанию, спрашиваю, есть ли у них IDS или нет. Спрашиваю, да, есть. На мой вопрос, как часто анализируете логи и что она там пишет. Говорят, да, что-то пишет, логи есть, открываем, смотрим, IDS орет, что уже полтора года не может получить доступ к сигнатурам просто. Мониторинг работоспособности систем безопасности должен быть и в случае нарушений работоспособности должен быть план реагирования по восстановлению. Вот, соответственно, немного вернувшись, вернемся к логам, что, собственно, как выглядит процедура по настройке мониторинга. То есть, на этапе планирования нам нужно с вами понять, что же нам нужно отслеживать, какие компоненты должны быть включены в выборку мониторинга, какую информацию к этим событиям безопасности можно отнести, как мы эти события будем собирать, каким образом, дальше, как часто нам необходимо анализировать события, как долго необходимо хранить. на все эти вопросы практически отвечает 10-й раздел стандарта PCI DSS. Можно его просто открыть, прочитать, и вот реально по всем этим вопросам стандарт PCI DSS нам даст достаточно много полезных рекомендаций. Так, вопрос, есть ли примеры хороших систем контроля целостности? На практике очень часто используют ASSEC, очень часто используют ASSEC, и он, в принципе, свою функцию выполняет. Главное только его реально подтюнить, чтобы у него false positives было поменьше. Вот, еще для тех, кто использует различные там, ELK stack audit bit выполняет ту же функцию, но у него есть один недостаток, он в винде контроль целостности выполняет не то, чтобы прям идеально. Иногда он как бы захватывает нужные файлики, которые хочет прочитать одновременно система, и у них идет конфликт. Но, в принципе, это тоже можно как-то обрабатывать. Есть платные варианты, они достаточно дорогие, там, не знаю, сейчас продукт развивается или нет, раньше был трендмайк RADIP security, в котором входил состав FIM, ну вот, File Integrity Monitoring контроль целостности файлов, и он достаточно тоже хорошо справлялся своей ролью. Но, опять же, повторюсь, в большинстве систем я своими глазами вижу ОСЕК. Он и логи может собрать, он бесплатный, он еще и при этом, ну, ВАЗУХ, он на базе ОСЕКа строится, поэтому, как бы, ягоды одного растения. Соответственно, с точки зрения именно планирования, здесь мы с вами ориентируемся на десятый раздел стандарта всей ДСС, на этапе определения перечня источников событий, сам совет всей СССР рекомендует ориентироваться на типы систем, на типы логов в этих системах, на роли серверов, и, соответственно, далее уже смотреть по каким форматам, какие события там пишутся, какие события нас интересуют и что, собственно, с этим делать. С точки зрения именно там реализации это все достаточно много времени отнимает, именно анализ источников, именно анализ форматов логов, их попытка как-то собрать, вот это все занимает много времени, но в то же время все достижимо, то есть нет такого, что это однажды начнете и когда-то может быть и никогда закончите. По итогу, когда мы поймем это все, нам нужно понять, как же мы будем реагировать на все, то есть кому отправлять уведомления, кто будет реагировать на эти события, как нужно реагировать, то есть планы реагирования должны быть построены, и соответственно нам нужно выбрать инструментарий, да, в чате там предлагают еще вариант ELK Endpoint Security, но опять же, если правильно помню, это либо новый агент ELK в основе, либо тот же audit bit, как-то заюзанный с оболочкой, но в платном варианте у него фич побольше. Соответственно, в инструментарий мы собираем все события, в чем интерес всего, здесь такая очень примитивная легкая схемка, чтобы не привязываться к каким-то конкретным продуктам, то есть у нас есть система хранения логов, у нас есть система мониторинга этих, по этим логам событий, он может, эта система единого сбора логов может собирать себе события безопасности, метрики, логи приложений, как-то их анализировать своим там движком по определенным правилам коррелирования или просто в лоб и генерировать какие-то алерты. Алерты, собственно, должны отправляться ответственным работникам. Вот. С точки зрения именно мониторинга, выполнив эти шаги, вы можете у себя существенно улучшить процедуру мониторинга, поскольку очень часто я вижу, что все начинают с шага, наверное, последнего, да, то есть они просто заправляют все логи в центральный сервер и смотрят уже в нем, а что же там присутствует. К сожалению, это не всегда является идеальным решением. Лучше иногда посидеть, посмотреть, а нужно ли вообще часть логов собирать. Потому что, насколько я знаю, сейчас там много даже логов операционок различных, которые собираются в систему сбора и корреляции событий, они по сути своей не сильно полезны. Либо у них есть аналоги более информативные. Приходим к пятому этапу. На пятом этапе нам нужно обеспечить безопасность хранимых карточных данных. Соответственно, что нам здесь нужно? Это вот то самое требование 3.4, где есть шифрование, маскирование, одонаправленная хеш-функция, токенизация, как способ защиты карточных данных. Для этого нам необходимо что сделать? Первое, не допустить возможности корреляции хэша карточки и собственно маски этой карточки. То есть, для одного номера карты хэш значения и маска карты не должны как-то вообще в одной системе коррелировать. Поскольку даже в маскированном виде вот эти шесть скрытых значений, шесть цифрок перебираются на не самом мощном телефоне за считанные секунды, а на очень мощном компьютере даже миллисекунды по имеющимся хэшу. Причем тут нужно иметь ввиду, что хэш независимо от того, соленый он или нет, перебор будет возможен. Единственный способ от этого защититься это использовать хэш-функции с секретом. Ну, соответственно, при этом секрет нужно будет как-то тоже обрабатывать достаточно безопасно, чтобы он не рядом с хам лежал, не присоединялся к хэш-значению. Лучше им управлять, например, как ключом шифрования, например, либо где-то очень далеко его прятать. Соответственно, с точки зрения шифрования, какие нам нужно реализовать моменты. Первое, вообще, два основных момента. Первое, это выбрать безопасные алгоритмы стойки к современным атакам. Второе, обеспечить безопасное управление ключами шифрования. Для того, чтобы выбрать безопасные алгоритмы, можно ориентироваться на битовую стойкость алгоритмов, как, например, здесь приведено на слайде в таблице. С точки зрения именно выбора самого алгоритма, здесь PSEID-SS не накладывает прям больших ограничений, то есть, он говорит стойкий, приводит примеры, как вот здесь на слайде, но при этом можно выбрать любой аналогичный с аналогичной стойкостью. При этом ключи шифрования следуют согласно требованиям стандарта PSEID-SS защищать одним из трех способов. Это либо раздельное знание, например, с применением пороговой схемы разделения секрета, если кто-то помнит, алгоритм Шамира слышал, видел, то это вот оно. Либо просто ксорить значение, но ксора есть ограничение в том, что все держатели должны быть в одном месте. Либо использовать для хранения ключей HSM, собственно, либо его какой-то аналог, опять же, безопасным в реализации, либо защищать с помощью ключа шифрования ключей. При этом есть оговорка, что если используется третий вариант, то есть Key Encryption Key применяется, то сам этот Key Encryption Key должен быть защищен не слабее, чем ключ шифрования данных. И мы получаем еще один заход. Либо ключ шифрования ключей мы также либо в раздельном знании держим, либо в HSM, либо еще раз его шифруем. Если посмотреть, например, на современные системы шифрования типа в TDE в базах данных, то иерархия ключей у них чуть ли не 5-6 ключей столбиком друг от дружки зависят. С точки зрения именно возможного варианта шифрования, то тут все достаточно просто. Чаще всего используют для шифрования карточных данных симметричные алгоритмы. Одну секунду, вижу вопрос, можно ли вывести систему из COPE, если номер карты деперсонализирует системе, то есть заменить PAN на ID. Этот способ называется токенизация, то есть когда мы используем токен вместо номера карты и при этом из самого токена математически нельзя получить номер карты, то в таком случае да, использовать этот ID, этот токен вне SCOPE PCI DSS и системы, которые только с этим токеном работают, но не работают с карточными данными, они тоже будут вне SCOPE PCI DSS, если их отделить корректно с стороны межсидимы в экране. Соответственно, вернемся к шифрованию. Здесь все достаточно просто, то есть есть сама функция шифрования, к ней есть ключ шифрования, есть нужные параметры для режима, если используется. Шифрование происходит по открытому тексту, получаем криптограмму, дальше кодируем для удобства хранения и итоговое закодированное сообщение мы можем хранить в базе. Расшифрование, поскольку алгоритм симметричный, все делается в обратном пути. С точки зрения управления ключами, здесь уже чуть посложнее. Есть варианты, сама иерархия ключей реализуется чаще всего следующим образом, данных шифруются ключами Data Encryption Key, то есть ключи шифрования данных. Их часто делают много, чтобы и менять пореже, например. С точки зрения, и все зависит сильно от объема карточных данных, которые будут шифроваться на этих ключах. Опять же, здесь ссылочка к Нисту, видимо, чтобы почитать, как определяется криптопериод. Далее, эти ключи шифрования данных защищаются обычным ключом шифрования ключей, которые защищаются каким-то мастер-паролем, например, один из вариантов. Либо ключ шифрования ключей может получаться как схема через SOR тремя вот этими компонентами, которые в свою очередь получаются путем функции деривации от парольной фразы. Соответственно, они XOR'ятся, получается KEC. Либо эти компоненты ключа KEC ETH могут храниться на токенах, которые являются отчуждаемыми носителями, и они хранятся у держателей. Соответственно, сами токены имеют пины, они же пароли, и точно так же происходит XOR. Либо можно использовать пороговую схему разделения секрета, например, схему Шамира. Тоже как вариант может быть здесь. В чем ее профит? У нас есть M компонентов, соответственно, любые K компонентов из M дадут нам восстановление PEC, включая шифрование ключей. С точки зрения именно реализации данного алгоритма можно уже управлять ключами без необходимости наличия всех держателей всех компонентов в одном месте. Кто-то может в отпуск уйти, кто-то может на больничном быть, но при этом будет восстановление. При этом можно это все реализовывать шифрование самостоятельно на уровне приложения. Можно использовать шифрование на уровне баз данных, так называемые TDE-модули, которые есть у Oracle, Microsoft и так далее. Можно использовать какие-то подсистемы шифрования выносные. HashiCorp Vault тоже позволяет такую тему использовать. И более того, он примерно ровно треугольничек в качестве управления ключами и вот эту схему Шамира реализует. В этом плане есть какая-то свобода с точки зрения стандарта. Можно ли анонимизировать все данные в копии базы данных из PCI-DSS и эту копию использовать для процесса разработки на локальных компьютерах разработчиков этих компьютеров вне PCI-DSS? Если в требованиях стандарта PCI-DSS сказано, что производственные данные используют в тестовой среде нельзя. Но я думаю, что если номера карт вы оттуда полностью вычистите, то и пароли естественно, что продовые пароли, которые могут в базах храниться, их тоже нужно полностью убрать. То есть, если уберется вся информация, которая позволит дать злоумышленнику преимущество при атаке на проц-среду, если эти данные все выпереть, то тогда, наверное, да, можно будет передать за скол. Так, как долго можно использовать ключи, вариантники блок? Для всех ключей нужно смотреть на самом деле тот объем данных, который на них шифруется и расшифровывается или они используются для аутентификации и так далее. В среднем для асимметричных ключей всегда выбирается до двух лет криптопериод, для асимметричных в зависимости от их роли и назначения от одного года до пяти лет. Лучше посмотреть документацию НИСТ. Насколько блочные шифры безопасны для номера карты и экспрессион рейт, учитывая узкий ауф-повид и относительно короткие блоки у многих алгоритмов? Как можно усилить защиту? В таком случае обычно применяют, в слайде до было показано, применяют различные режимы шифрования, например, там, CTR-режим, сейчас, по-моему, CBT уже тоже не является столь безопасным, а вот CTR-режим с каунтером, он является наиболее на сегодняшний день часто используемым и стойким. Он как раз-таки и делает вот это небольшое размазывание, то есть у него есть инициализирующие вектора, у него есть каунтеры там, и у него есть пайдинг необходимый. Короче, смысл в том, что чисто режим блочного шифрования или режима простой замены, если мы к нашей документации российской обратимся, не являются стойкими, а вот режимы шифрования, те же CTR, гомирования и так далее, то вот они являются усилением. ГОС-шифрование использовать недопустимо, использовать ГОС-шифрование, если мы говорим про симметричные шифры. Асимметричное шифрование из действующих, скажем так, стойких алгоритмов ГОС-а, там, по-моему, асимметричны у нас уже только на эллиптике все ГОС-ы, и на эллиптической коревы, к сожалению, шифровать ничего нельзя. Значит, можно, вероятностно, если только, но это не гарантирует однозначный результат, поэтому как, в общем, осуществляется смена ключей при шифровании ДДК в случае использования схемы разделения Шамира. В случае смены ключей, ну, обычно так и происходит. Собираются количество людей по количеству М, если на эту схему смотреть, М – это вот эта вот часть, К – это вот эта вот часть. Когда мы инициализируем систему после перезагрузки, да, там, допустим, должны ввести ключ шифрования, то собираются К людей, а когда мы меняем ключ, то собираем М людей, вот всю вот эту вот область, вот, и там каждому выдается по компоненте. Реализовывать это можно по-разному, там, если реализовывать самостоятельно, то можно сделать, что люди будут по очереди подходить, и каждый свою компоненту будет видеть. Если реализовывать на базе Vault, например, то там есть встроенная функция, которая может спокойно шифровать все компоненты на публичных ключах, конкретно каждого держателя компонента, и это уже тоже сильно будет все упрощать. Так, далее, по поводу хранения секрета правильной фразы от контейнера, имеется мобильное приложение, в которое хост посылает полный пан через Injunx. хост посылает полный пан через Injunx. ключ серверного сертификата Injunx находится в контейнере, который, в свою очередь, закрыт секретом. Выпускается ли... Но так, если он отправляет... Если честно, если он отправляет мобильное приложение полный пан, то что ему мешает просто как бы ключ шифрования, то где... Точнее, ключ расшифрования где будет? В мобильном приложении, если, то что ему мешает на публичном ключе шифровать мобильного приложения, номер карты и отправлять? Я немного не понял вопрос. Если можно, поясните и позже ответить. С точки зрения шифрования, если мы обеспечим безопасность хранимых данных, управление ключами, нам нужно будет прийти к шестому этапу внедрения системы менеджмента и б. Здесь все достаточно тоже несложно. С точки зрения PCI и DSS огромные трактаты писать необязательно. Достаточно просто выбрать соизмеримую организацию уровень документирования. Например, для компании стартапа, где два человека, они же и директора, они же и разработчики, они же и тестировщики и много-много еще, то достаточно просто в ВИК или в Джир завести перечень документов. Если там есть какие-то отделы и текучка взаимодействия между отделами, то лучше сделать двухуровневую структуру, где есть политика, есть подчиненные регламенты и трехуровневую, где масштабы компаний побольше. Соответственно, на слайде это все можно будет увидеть. С февраля 2018 года всем поставщикам услуг дополнительно необходимо иметь программу соответствия требованиям стандарта. Что она из себя представляет? На самом деле эта программа соответствия может быть выражена в виде большого высокоуровневого документа, предназначенного только для топ-менеджмента компании, в котором по сути будет трансляция, описание бизнес-языком, что делается PCI-м, для чего и в какой позе все находится, какие шаги предусматриваются, на какой точке пути мы сейчас находимся и так далее. Либо это все может быть чуть проще. Это может быть в виде сводной таблицы с перечнем задач, ответственным за выполнение и периодичностью. Есть Guidance от Совета PCI-SSC в разделе Document Library на сайте Совета Best Practice for Implementation PCI-SS Requirements. Собственно, там оттуда схемка такой таблички и взята. Что делать на ежедневной основе, на еженедельной, на ежемесячной, на ежеквартальной, раз в шесть месяцев, раз в год и так далее. Что важно здесь учитывать, это то, что важно прописывать ответственных за выполнение. Делать это могут многие люди, но должен быть всегда ответственный тот, кто будет отвечать за выполнение того или иного требования. В качестве дополнительной информации тоже можно много чего указывать, вспомогательного, в том числе какие-то ограничения по выполнению или особенностей и так далее. И отметка выполнения задач тоже должна быть. Соответственно, эта программа соответствия, она должна быть утверждена в компании, ее нужно будет исполнять и соответственно записи по ее выполнению будут в том числе проверяться аудитором. Поговорим немножко с затронем компенсационные меры. Коменсационная мера, наиболее распространенная причина их внедрения, это зависимость бизнес-процессов от какого-нибудь устаревшего, не поддерживаемого производителем программного обеспечения, либо нехватка каких-то мощностей, либо нехватка бюджета для реализации того или иного требования. Опять же, с точки зрения, если мы говорим о наличии компенсационной меры в принципе как таковой, она оформляется в формате вот такого листа, здесь цитаты указаны, соответственно, реализовываться она должна по следующим критериям. Коменсационная мера должна быть направлена на защиту данных от того же риска, от которого защищает и собственно само требование, которое ей будет заменяться. То есть мы не можем сказать, мы требования по мультифакторам идентификации выполнять не будем, а будем внедрять компенсационную меру по своевременному какому-то обновлению какой-то системы где-то, где-то. Это не компенсационная мера, поскольку это вообще разные риски. Далее, компенсационная мера должна снижать риск в той же степени, что и требования стандарта. То есть мы не выполняем требования по анализу логов на ежедневной основе, а снижать риск будем в том, что назначим ответственного за анализ логов. Во-первых, это и так требования по стандартам PCI DSS, во-вторых, это еще и в долгой степени снижает тот же самый риск. Выполнение существующих требований стандарта PCI DSS не может являться компенсационной мерой. Но здесь есть оговорка. То есть компенсационной мерой может являться, например, применение средств защиты, которые предусмотрены существующими требованиями стандарта, в тех областях, в которых их применение, например, не требуется. Это часто реализуется, например, антивирусные системы, многие умеют контролировать запуск приложений. и в случае наличия каких-то бизнес- или технических ограничений на каких-то серверах, можно этот функционал использовать в том числе для построения компенсационной меры. При этом компенсационная мера не должна противоречить другим требованиям стандарта PCI DSS, это само собой, то есть никаких противоречий, никаких ограничений, ущемлений для требований. Обоснованность компенсационной меры и ее соответствие описанным требованиям проявляется непосредственно самим аудиторам в рамки ежегодного подтверждения соответствия организации. То есть QSA аудитор верифицирует все. В новой версии стандарта будет немного иначе концепция всех требований построена, понятие компенсационной меры в принципе уберут, но это не говорит о том, что все требования стандарта компания будет выполнять ровно так, как она захочет. То есть там подход будет более риск-ориентированным и с точки зрения именно четвертой версии стандарта PCI DSS там нужно будет аудитору доказывать, что если вы не выполнили требования так, как написано в самом стандарте, а выбрали свой вариант реализации, то вам нужно будет доказывать, что ваша методика на самом деле не хуже, чем то, что описано в стандарте. Вот, и это нужно будет уже с аудитором согласовывать отдельно. То есть это не совсем прям в чистом виде компенсационная мера на каждое требование будет. Так, вижу уточнение прислали. То есть канал связи с мобильным приложением защищен протоколом TLS, населенный в сертификате NGINX. Приватный ключ сертификата хранится в контейнере на файловой системе контейнера закрыт секретом. Вопрос, где допускается хранитель секрет контейнера с ключом в оперативке, в конфиге или под ЛМК? Понял, теперь вопрос понял. допускается на самом деле хранить в конфиге, хранить в HSM самый лучший вариант из предложенных. Хранить в конфиге самый худший вариант из предложенных, поскольку там очень много есть нюансов, за которыми нужно следить. Хранить в оперативке лучше, чем в конфиге, хуже, чем в HSM. В оперативке там хранят обычно в виде переменной окружения, но только для конкретно пользователя, который будет под NGINX работать, чтобы не допустить доступ к нему кого-либо еще. Если так, из этих трех вариантов выбирать. Под HSM это самый, наверное, идеальный вариант. Но, однако, тут тоже нужно иметь в виду, то есть он будет вернуться в оперативке, скорее всего, а запрашиваться после перезагрузки в HSM, потому что в противном случае для каждой сессии, если у вас NGINX будет запрашивать ключ из HSM, то, скорее всего, HSM немножко взгрустнет и скажет «Извините, я тут передохну сейчас». И при этом будет бизнес-стоп. Если, конечно, HSM не ультра-лицензионный на огромные объемы. Так, возвращаемся к нашим темам. Соответственно, компенсационная мера применяется только при наличии бизнеса или технического ограничения, причем доказуемого. То есть, не просто так, мы не хотим это требование выполнять, давайте компенсационную меру реализуем. Нет, это так не работает. Работает только, если действительно аудитору можно будет показать и обосновать то или иное ограничение, связанное с финансами, связанное с технической стороной вопроса и связанное с тем, что, точнее, эвиденции должны быть характера не просто вот требования, и мы не можем это решить, а нужно как бы показывать, как вы это пытались решать. Соответственно, быстренько пробежимся теперь по шестому разделу последнему и будем уже закругляться. Сам сертификационный QSA-аудит. Внешне независимая аудиторская проверка выполняется сертифицированным аудитором, который прошел обучение. Сам по себе является наиболее серьезным вариантом подтверждения соответствия, то есть, наибольший уровень доверия оказывается именно компанией, которая прошла QSA-аудит. с точки зрения именно подхода к тому, когда и что это нужно выполнять, нужно рассматривать, ответить себе на несколько вопросов. Первое. Все ли задачи, предусмотренные планом или рекомендациями по проведению организации соответствия, были выполнены? Если все, то окей, двигаемся дальше. Выполняется ли на практике требование нормативных документов, то есть, ведется ли записи и так далее? Если да, окей, двигаемся дальше. АСВС-сканирование выполняли и тестированные приняты на мере? Если да, и прошли успешно, замечательно. Если нет, устраняли ли уязвимости, которые были выявлены и проводили ли повторные? Если на все вопросы ответили да, можно двигаться в сторону QSA-аудита. Сам аудит предполагает себя обычно очной проверки. На сегодняшний день ситуации COVID-19 допускаются удаленные. Соответственно, в ходе аудита проводится определение области аудита, интервью, работников, изучение настроек конфигурации, наблюдение за функционированием информационных систем, изучение нормативных документов, наличие записи, сбор свидетельств. Свидетельства мы обязаны хранить не менее трех лет. В случае, если будет инцидент, нас будут проверять, либо будут проверять у вас, и, соответственно, потребуется для непосредственно потребуется для МПС как эвиденса, то это мы обязаны будем предоставить. С точки зрения результата, в ходе стопроцентного подтверждения соответствия, EWSI предоставляет заказчику отчет о соответствии, свидетельство о соответствии и сертификат, в МПС отдается свидетельство о соответствии, резюме отчета о соответствии или полностью отчет в случае по запросу. В случае магазина отчетные документы те же самые, единственное, что предоставляется не в МПС, а на прямую банку Эквайеру, который уже будет отчитываться сам для мерчанта. В случае выявленных несоответствий, то отчетные документы также есть, и по согласованию может быть перечень, исправления. Сам отчет о соответствии выглядит в стандартной форме, она также доступна на сайте Совета ПТСССР. Здесь есть отметки требования выполнено, выполнено с кондиционной мерой, не выполнено, не протестировано, либо, точнее, не применимо, не протестировано, либо не выполнено. Если хотя бы одна галочка, один крестик будет вот в этой стороне, то считается, что аудит пройден неуспешно. Соответственно, в рамках отчетного документа оформляются, какие документы смотрели, с кем, какие записи видели, с кем поговорили, и дальше уже пишется сочинение на свободную тему о том, как же мы посмотрели документы, поговорили с людьми, анализировали записи и считаем, что требования выполнены или не выполнены. И так по всем 400 с лишним требованиям стандарта ПСА и ДСС. Вот. Это что касается непосредственно самой процедуры QSA-аудита. Немножко мы не уложились в наши отведенные рамки, но надеюсь, что информация для вас полезна. вижу вопрос. Можно ли все-таки указывать несколько лиц? Во-первых, проблема в том, что в рамках одной процедуры может реально участвовать несколько людей, сеть админы, например, второй человек может уйти в отпуск и так далее, лишняя бюрократия. если пример чек-листа на русском. Указывать несколько лиц в принципе можно, главное только, чтобы эти ответственные люди в момент спроса не показывали друг на друга пальцем. Если такого не будет, то я не вижу никаких проблем. Пример чек-листа на русском чек-листа чего? Вот процедура самих. в рамках проектов мы для клиентов нечто похожее составляем и предоставляем. Просто так в принципе в открытом виде вряд ли это будет, поскольку зачастую у компаний они отличаются те или иные процедуры или состав процедуры или их разбиение на несколько. То есть есть такие особенности. Итак, коллеги, если у вас есть вопросы, то в принципе вы можете мне написать на адрес почты либо здесь на площадке постараюсь на это ответить. Сейчас с вашего позволения я хочу запустить тестирование, которое призвано проверить просто процент усвоения материала для нас как проводящих данное мероприятие. Соответственно там может быть один или несколько правильных ответов. Результат тестирования будет сразу виден вам на экране. На выполнение всего-прочего 30 минут. Вопрос появился. В настоящее время какие выявлены сложности у аудиторов и у компаний проходящих удаленный аудит в связи с ковидом или по удалению такой аудит в принципе невозможно. Сложностей как таковых нет. В принципе при условии, что есть возможность удаленно показать настройки систем вообще проблем нет. То есть иногда бывает просто нюансы связанные с тем, что в компании вообще нет удаленного доступа и наружу они ничего не показывают. Это единственный кейс, который возможен. Но в 2020 году очень много кто работает удаленно, доступ удаленный все равно есть, и поэтому проводиться аудит тоже в принципе возможно без всяких проблем. появился вопрос. Правильно я понимаю, что для соблюдения PCI-DSS нужно столько кубернета с кластеров, сколько есть защищенных контров, например, кластер в контуре DMZ и отдельный кластер в защищенном контуре с платежными данными, то есть сети контра не смешиваются внутри кластера или же допускается сетевая изоляция, реализация контра сетевая реализация изоляции на уровне кубика возможна. Опять же, главное просто, чтобы на одной ноде не поднимались разного уровня безопасности контейнера. То есть если у нас есть одна нода, на ней поднимаются аппликейшн контейнеры, на другой ноде у нас поднимаются там какие-то системы очередей, то это все можно управлять сетью кубиком. Но при этом естественно базы данных рядышком тоже поднимать уже нельзя будет. да и часто на самом деле системы баз данных чаще поднимают не в виде контейнеров, сколько там уже хранение стоит немножко в другом ключе, аппликейшн с клубом EPCI и DSS без всяких проблем поднимают. Сейчас запущено тестирование, по итогу тестирования в принципе больше никого не задерживаю, если есть вопросы, то я на них постараюсь ответить. Как только уже все начнем расходиться, я закрою сессию вебинара и соответственно всем участникам уйдет, должна по крайней мере выйти отбивка по доступу к видеозаписи и к презентации. Соответственно сейчас пока тестирование оно доступно в течение 30 минут будет. до новых встреч Продолжение следует... 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 Продолжение следует...